Каково оказаться в заложниках у тех, кто затянул капремонт? Ответ на этот вопрос теперь знают жители дома номер 10 по улице Кирова. В начале июня здесь начали ремонтировать фасад. Рабочие демонтировали балконы, а также разобрали порог у подъезда. К началу ноября работы должны были закончиться. Но на дворе уже конец месяца, а замена старых элементов фасада на новые так и не произошла. Возмущаются люди. Например, вместо удобного подхода к подъезду, вот такой настил над ямой. 70-летняя пенсионерка Любовь Егорова вспоминает, как однажды в эту яму провалился ребенок. Мамочка с ребенком шла, и когда вот это все вот такое безобразие, мы просили строителей хотя бы, чтобы они положили что-то нам. Здесь ничего не было, ребенок провалился, и мне кажется, он потянул ногу. Я в чем иду, это страх. Это страх подойти к нашему дому, чтобы войти в подъезд. Давайте что-то разберемся, и бесконтрольность эта должна закончиться. Заложником капремонта стала и Любовь Суханова. В свои 86 она перенесла три инсульта, и сейчас у нее проблемы с ногами. С лета она не может выбраться на улицу, поскольку по такому настилу через яму ей просто не пройти. Мне надо было ехать на день рождения к снохе. Она меня приглашала, мне хотелось с родными увидеться. Я и так редко выхожу на улицу. Видите, я инвалид. А у меня еще внуки оба работают, не всегда могут помочь. И живут в разных концах города. То есть, по сути, вы с лета уже в заперти оказались? Да, конечно. Среди недовольных Николай Нестеров. Если раньше он любил отдохнуть на своем балконе, то с начала ремонта этой возможности лишился. Здесь был балкон очень нормально. Мы им пользовались только для цветов и для отдыха. Читать, смотреть и так далее. Но самое-то главное, что так долго в этом бардаке живем, ну неприятно. И день не днем, и праздника нет. Так когда же людям вернут балконы? Работы проводятся подрядчиком, которого нанял фонд капитального ремонта. Люди пытались получить ответы на свои вопросы, но до сих пор не имеют ни малейшего представления о том, когда ремонт закончится. До сих пор ремонтные работы не возобновлены. И последний ответ, который был получен, о том, что будет созвана соответствующая комиссия с участниками фонда капитального ремонта, жителей и управляющей компанией. Однако, до сих пор никаких изменений не происходит. Все на том же месте, как и было. О сроках завершения работ не знают и в управляющей компании, которая обслуживает этот дом. Мы направили письмо в фонд капремонта, письмо с созданием и участием комиссии, чтобы встретилась управляющая компания представителей. То есть мы в фонд капитального ремонта и жильцы. Мы отправили, это было две недели назад, пока ответа от фонда капитального ремонта у нас нет. Нам удалось связаться с представителем фонда капремонта в регионе. По его словам, людям необходимо еще подождать, потому что подрядчик не справился с возложенными на него обязанностями. Понимаем, что Кирова 10 он не сделает до конца этого года. И мы ему даже не дадим делать, потому что, ну сами понимаете, технология будет нарушена, нам зачем брак? Хотя он нас уверял в свое время, несколько раз уже проводились совещания с ним у генерального директора, что я в сроки увожусь. Я в сроки увожусь. Ну, скажем, беседы были с ним проведены, на комиссию приглашался. Ну, такой вот, скажем, нерадивый подрядчик, назовем так. В фонде капремонта сейчас обсуждают возможность разрыва договора с подрядной организацией. Не исключено, что завершать ремонт фасада будет уже другая компания. Но когда это случится и сколько еще фонд капремонта будет сталкиваться с нерасторопными подрядчиками? Большой вопрос. Алексей Домнин, Александр Мажаров, 6 канал.